Итак, уважаемые, осматривая семьи, я заметил, что в этой семье пропала матка и пролетела с облета. Поглядел дальше, смотрю, рамочка с трутневым засевом. Два дня назад я осматривал, что я сделал. У меня была запасная матка, на тихую смену она осталась, вывелась новая матка, а на втором этаже была запасная. Я ее взял, посадил в клеточку и поставил первый корпус. Сейчас мы посмотрим, приняли ли они ее или не приняли. Пчел трутовок было немного, потому что засев был маленький, небольшой. Поэтому я сначала опустил матку открыто на рамочку, смотрю, на ней катаются пчелы. Кусать не кусают, некоторые обступают, лежат, а некоторые катаются, ну пытаются загрызть, как говорится. Тогда я ее взял, посадил в клеточку и клеточку поставил сюда. Прошло два дня, сейчас проверим, получилось что-нибудь или не получилось. Это трутовая семья, трутовый отводок точнее. Матка подсажена была молодая и она не пролетела. Пошла на облет и не пролетела. Пролепла сетка, разделительная. Ну ничего страшного, мы сейчас немножечко так подвинем. Струсим разделительную решетку. И посмотрим. А ну подойди сюда, глянь. Вот оно отверстие. Заклеивал ниже, наклоняйся. Смотри ближе, ближе, ближе. Вот оно, вот оно. Вот сюда, ближе, еще ниже, ниже. Смотри, хорошо. Видите, разгрызли. Матка выпущена. Сейчас проверим, как она себя здесь чувствует. Было заклеено. Если бы они не хотели, они бы ее залепили, этот воск, окончательно. Ну, я смотрю, что они ее выпустили. По-видимому, должно быть все нормально. Ну, а может и быть, потому что это трутовая семья. Может быть, что и грохнули ее, чтобы она, ну, очень, если много трутовок. Вот. Ну, обычно, если матка постоит хотя бы сутки, и они в течение суток с ней ознакомятся, то это все нормально. Смотрим. Так, это медовая с напрыском. Вот это запечатанный медок сверху. Вот и напрыск снизу. Итак, здесь ничего не видно. Смотрим следующую. С краю, которая... Где у нас тут эти трутневый расплод, чтобы нам увидеть расплод трутневый. Вот он, трутневый расплод. Пожалуйста, посмотрите, друзья. Видите, горбатый расплод. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Его не так много, но матки не было. И, видать, одна или две трутовки насеяли его. И с этой стороны чутку расплода горбатого. Видите, вот один, два, три. Вот, 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 вот он, четыре. Поэтому я при таком случае решил подставить маточку в клетки. Вот это и весь расплод. Остальные пчелы нормально себя чувствуют. Они не превратились в трутовок. Если много засева горбатого, значит очень много пчелы, которая прекратилась в трутовке. И они стали царицами. То мы сейчас эту рамочку отодвинем, поищем маточку здесь. Я еще не смотрел, правду говорю. Сейчас проверю, если маточка принята, чи не. Это просто рамочка. Потому что весь расплод вышел. И сейчас мы смотрим просто маточку. Она плодная была. Но так как мы видим, что уже клеточка разгрызена. Сейчас мы эту клеточку вытащим. Вот, как видите, клеточка пустая. Пустая совершенно клеточка. Вот отверстие. Матку выпустили. Куда она убежала? Сейчас поглядим. Или они ее убили, или они ее присвоили к себе. Приняли. Это семья пчелы трутовки. Эта семья не пчелы. Не матка трутовка, а пчелы трутовки. Итак, здесь я ее не вижу. Но рамочка подготовлена под засел. Вот. И здесь ничего я не вижу. Вот. Сейчас посмотрим дальше, а потом... А вообще глянем, может, яички есть. Если яички есть, значит, маточка бегает. Секундочку, я сейчас не вижу. А гляжу, потом камеру притулим. Яички, ячейки чистейшие. Яичек не видно. Может, на другой где? Это всего день прошел, как они ее выпустили. Пока я здесь не вижу яичек. Смотрим дальше. Ну, по виду пчелы затки не поднимают. Обычно, если матки нет, они поднимают заток. Но сейчас они спокойно сидят, ни одна не шипит, не поднимают заток. Возможно, что матка где-то здесь бегает. Сейчас мы приглядим. Не вижу. Не вижу. Пчелы ведут себя спокойно. Вот она, маточка, побежала вниз. На ту сторону. Пожалуйста, посмотрите. Вот она. Вот она, маточка. Приблизь ее хорошенько. Видите, плодная маточка. Никто на ней не катается. Это в начальной стадии трутовка была. Если пчелы запущены уже месяц, стоят с трутовкой, то там сложнее исправлять. Потому что пчела трутовка, очень много этих царицев трутовок, и они просто забивают матку. Ну, как видите, матка принята, бегает плодно. Эта матка была на тихую смену, и никто ее не обижает. Вот вокруг нее, видите, свита, лежит ее. Вот видите, обступила свита, за ней идет постоянно. Постоянно пчелы за ней пристраиваются и лежат. В общем, приняли. Семья исправилась. Поэтому целоваться хочет. Прям губы лезет. Я такое дело не признаю. С такими товарищами целоваться нельзя. Губа может опухнуть. Поэтому все нормально. Закрываем. Это была трутовая семья. Что мы можем здесь добавить в следующий раз? Можем добавить в следующий раз пару рамок засева. Через пару дней у меня семья-донор даст пару рамок засева. И мы свободно добавим сюда их. Потому что эта матка сходу не даст много засева. Она одну рамочку засеет. Будет сеять постепенно. А нам надо, чтобы пчелы достаточно здесь. Чтоб семья быстрее развивалась. Чем больше засева, тем практика показывает. Меда больше несут. Лучше работают. Ну, в общем, не ленятся. Прилагают максимум усилия. Итак, друзья. Исправление трутовочной семьи произошло. Два дня назад подставил. Через два дня глянул. Напрямую не пошло. Пришлось пчелить клеточку. Пробуйте. Экспериментируйте. Что получится. Можете тоже выкладывать видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Смотрите на страничку, что можно купить под страничкой. Удачи вам в пчеловодстве. Надеюсь, что у вас будет все хорошо и не будет проблем. А если будут проблемы, то вы сможете их исправить, имея опыт другого человека, не имея массу ошибок. До встречи. До встречи в видео.